Ребят, я одного понять не могу, вы-то чего все всполошились вот с самого утра, вот эту вот чеченскую тему качают и качают и качают, нам не надо париться, потому что все это, да, адресовано не нам с вами, все вот эти вот двусмысленные, вернее, недвусмысленные выступления, теперь уже не только самого Рамзана Ахматовича, да, и вот этого вот депутата Государственной Думы, фамилию которого забыл, но и чеченских силовиков в том числе, это плевок в сторону тех людей, которые ошибочно в нашей стране вдруг записали в себя в элиты, это плевок в первую очередь в сторону Владимира Путина, да, по реакции Пескова мы увидели, что они там боятся, они не будут никуда вмешиваться, который сказал, да нет, нет, ну это не ответственность Владимира Путина, вы чего, он всего лишь гарант Конституции, а то, что там где-то попахивает нарушением закона, да он тут при чем, это вам в Госдуме, в Госдуме то же самое сказали примерно, сказали, не-не, ну чувак же не как депутат выступал бы, он как частное лицо, поэтому нет, тоже не зона нашей ответственности, мы тут не можем никаких оценок давать, но ждем теперь Бастрыкина, ждем теперь генерального прокурора, ждем теперь Колокольцева, что скажут они, ну что-то мне подскажет, что они точно так же съедут с темы, поэтому, тут ребят, нам с вами не возмущаться надо, наконец случилось то, чего вы так долго ждали, да, те же чеченцы, спасибо им за это огромное, они показали, они продемонстрировали не только нам, но и всему миру, что наша власть уже давно, они не авторитет и не для кого, у них нет никакого авторитета, они не вызывают никакого неуважения, потому что это просто трусы, воры и лжецы, вот и все, и однажды это должно было произойти, вот, оно произошло, вот и все, и я думаю, что это только начало, да, это такой определенный сигнал, повторюсь, наверное, даже тому же Рамзану Ахматовичу нам стоит сказать большое спасибо его приближенным, что они начинают нам открывать глаза, вот на этих вот людей, которых мы ошибочно называем представителями власти, представителями российских элит, вот и все.